здравствуйте воскресенье провел стрим и подумал что мы полностью обсудили пресс-конференцию зеленского и принципе всей власти но не тут то было из-за разницы во времени я очень быстро вынужден был готовиться упустил некоторые моменты потом всплыло много интересной информации и сегодня мы с вами посмотрим и обсудим очень много интересного давайте сразу быказа рога зеленского там вообще феерия оставляем на закуску начинаем с главы нашей разведки буданова первое что хочу сказать это не следует верить что режим в россии расхитается как-то там природным чином сам по себе этого не будет без нашей помощи это не реально абсолютно что таки стабильность режима в российской федерации для нас и для света это и загроза это и реальная небезпека поэтому целиком понимаем что наявность сталого того самого режима который есть сейчас это будет постоянной небезпекой для света в будущем из этого выходить очень простой висновок мы должны работать над виду изменениям этого режима для этого мы уже работаем уже вы это понимаете и думаю всем понятно как происходят те или иные события на территории российской федерации поверьте они будут продолжать и чем больше россии будет вести против нас в открытую войну тим больше вселенных событий будет происходить на ее территории взаимозалежность как то скажут на облике одразу что мы будем продолжать какие дии мы будем робить это продолжение тих операции какие тревают зараз нарощивание их обсягу их темпу я бы сказал что багато в чему залежит от здатности нашего права промыслового комплекса но на счастье он развивается досы таки потужно останним часом еще раз скажу допоки будет триваться война у нас будут проблемы в середине российской федерации вот этот отрезок я выставлял у себя в твиттере и в телеграм но не все подписаны я вынужден повторять кое-что еще раз показывать чтобы все поняли о чем идет речь то есть буданов говорит что украинское общество должно работать на развал россии сейчас я вам покажу как на развал россии работает лично буданов буквально через минуту а пока хочу сказать что это именно в россии днем и ночью соловьев скобеева и прочая мразь обсуждают постоянно только украину и сша для них не существует внутренних дел россии знаете почему потому что в россии отсутствует полностью политический процесс общество исключено с этого процесса там есть только фсб свора путина и их там несколько олигархов вот кто формирует повестку дня вот то решает судьбу россии как россии действовать украина она другая мы не позволим никогда в украине ничего подобного сделать а вот эти заявления буданова я рассматриваю именно так не расшатается остановка в россии вы люди виноваты расшатывайте а мы пока будем делать свое но и это начало послушайте что сказал буданова чуть-чуть раньше я могу вас разочаровать а лыти что нам видимо вина реально загинул витром а сначала буданова обращается к украинцам и говорит вы должны лучше стараться расшатывать обстановку в россии чтобы режим путина рухнул после этого выходит и говорит да вы знаете у навальна оборвался тромб давайте здесь поподробней откуда буданов это знает ну давайте допустим это спецслужба серьезная цару помогает какие-то там спец значит связи у них есть результат что это оборвался тромб давайте рассуждать логически допустим это правда зачем он сейчас это говорит зачем он сейчас это говорит никто в мире не сказал еще про тромб а он берет и одной рукой получается за специально по дурости подыгрывает путину зачем говорить было про этот ромб скажи не знаю мне неизвестны причины этого нет но куда она уже не может ответить не знаю он всегда у нас все знает так кто подыгрывает путину это вот скажите вот это заявление буданова которая растиражировалась уже по всей америке уже так ир карлсон подхватил что мол посмотрите и все остальные путин не убивал навального он сам умер так зачем ты такой козырь вручаешь скажи просто я не знаю причин смерти навального и вы же видели пошли слухи что навального готовились обменять там на кого-то и буквально там за пару дней получается он умер случайно конечно видимо тромба как говорит буданов не хочу судить не это ли есть подыгрыш или вот это помогает как-то режим путина расшатывать что касается тромба я не верю эту версию последние фотографии навального он вот такой вы можете представить себе какая на такой зоне какой на такой зоне питания тромба это холестерин это высочайший уровень холестерина зашкаливающий который образует бляшки дальше тромбы навальный не похож на человека который употребляет жирную пищу мягко говоря он вообще не похож на человека который питается я знаю я не медик давайте сразу я не медик я знаю что там возможно на фоне стресса повышение но в эту версию очень слабо верится но даже сейчас дело не в этом вдумайтесь что делает буданов проехали буданова ваше мнение обязательно напишите в комментариях это важно переходим к доносчикам к правнукам праправнуков анковидистов в тилу есть группы людей которые довольно вильно себя чувствуют и системно подрывают мобилизационный процесс кого я маю на увазе я маю на увазе я маю на увазе ризного рода блогеров юристов яки говорят про те что війна у нас якась не така вона начебто як незаконна бо нам треба оголосить війну а мы оголосили правовый режим военного стану они дают порады людям как ухиляться от мобилизации скажите будь ласка зважаючи на те что это в принципе одними из загроз национальной безопасности взрыв питания мобилизации яке ваше бачение как с такими людьми варто бороться складно бороться с сучасными технологиями а складно бороться в гибридной войне проти ресурсу россии и складно коли навыть деякие представители нашего ну нашу громадскости не розумеют а не розумею до кінца что как все працю и как працю и телеграмы как працю и тик ток как працю и россия с этими носиями то что тому ну треба треба показувати правду говорите як важливо чтобы украина выжила людям потребно зрозуметь и у нас свободное слово люди может говорить то что хочет хотя дуже важливо чтобы говорили тих то був на фронте або тих то на першой линии фронту потому что большинство своей бывает скажем так по-иншому напевно в целом и зараз час инший час не про мораль а свет больше про гроши точно выходит вот такой журналист которого наверняка туда специально пустили на эту пресс-конференцию чтоб он задал этот вопрос и жалуется что а шо это вы ничего не делаете с юристами ну там блогеры естественно виноваты ну все вокруг виноваты кроме государства это мы уже поняли что вы ничего не делаете с юристами которые рассказывают людям как значит правильно себя вести если этого человека пытаются мобилизовать и не по закону то есть выходит журналисты президенту говорит у нас юристы по закону работает у нас кто-то пытается еще за уши притянуть конституцию и законы владимир сандрович как вы это позволили вы ж тут россию 2 по лекалам путина строить а ну-ка немедленно прекратить этот беспредел запретить адвокатов запретить жизнь по закону запретить конституцию украину все будут решать ермак зеленский и вот эти доносчики вот эти правнуки еще раз рынка выдашников которые стравливают людей между собой ты зачем людей стравливаешь власть сегодня одна завтра будет другая а тебе жить и смотреть глаза людям что ты делаешь но теперь переходим к владимиру александровичу не мати план и цей план е я не зможу вам сказать детали цього плана я поясню вам а если честно между нами говоря чим меньше людей знают планы украинской армии тим швидше будет перемога и неочекованный результат для россиян и скажу вам відверто наши контрнаступальные дии восемь минулого року были на столе кремля до того как начались контрнаступальные дии крапка не владимир александровичу не крапка а кома а кто положил на стол кремля планы по нашему контрнаступлению расскажите пожалуйста не буданов ли выходил каждые пять минут давал интервью с подробностями контрнаступления не ваши подопечные которые куплены для телемарафона псевдоэксперты и разного рода идиоты рассказывали на каждом эфире с картами где куда когда нам будут наступать по моему страна полгода жила рассказывая как мы будем наступать а я сколько за это выхватил рассказывал про агента кремля разных оскорблений когда я говорил что так ничего не получится а теперь самый главный вопрос а кто управлял этим контрнаступлением если кремль знал зачем вы одобрили это контрнаступление и тут мы плавно переходим другой теме которая в одну соединяется сейчас мы это обсудим послушайте следующий пару я вам скажу так ось вам приклад а він и про нас и про наших партнеров у нас був якщо можно так сказать кулак для контрнаступ не буду говорити де все так знают приблизно детали и не буду говорити скільки всього готувалось до сьогодні з того пакету четыре бригади голі чотири бригади без техніки про яку було домовлено підписано тиснули руки не доїхали чотири бригади люди які ну ви вже знаєте детали ви б розумієте що за за кількість людей могли б воювати чотири бригади не вони не воювалися чотири бригади так вони стояли и чекали техніку зеленський владимир александрович верховный главнокомандующий только он принимает решение как будет действовать наша армия как все будет происходить если нам что-то не додал запад какого-то вооружения если кремль знает о всех наших планах я рассуждаю логический вслух вы напишите в комментариях праве или нет напишите свою версию если все это известно зачем было делать это контрнаступление если все это известно почему вы не сказали отменяю контрнаступление переносим на полгода пока приедет все оружие разрабатывайте новый план и сделаем так чтоб кремль этого не знал люди я когда это слушаю я хочу вам сказать что здесь что-то нечисто что-то мутно и вот на этой пресс-конференции вскрылись такие гнойники как мы уже вроде все обсудили а тут я слушаю и понимаю что мы имеем дело с какими-то подводными камнями с какими-то подводными течениями мы обладаем далеко не вся информация происходящим то есть это на кого рассчитана я вот задаю вопрос вот то что сейчас сказал зеленский в этих двух отрезках на кого это рассчитано это же рассчитано на каких-то ненормальных людей с одной извилины с интеллектом ниже плинтуса тут не надо быть военным экспертом политологом и экспертом международных отношениях логика подсказывает если кремль знает о планах зачем ты идешь реализовывать ты посылаешь на смерть людей ты послал на смерть десятки тысяч наших пацанов и после этого они выходят в рут что 31000 погибших воинов это вранье new york times давно публиковала другую информацию и скажите мне где здесь логика если всего лишь так мало жертв как они вставляют а всего лишь 31000 хотя это кощунство даже так говорит вы скажите тогда а зачем тогда мобилизация 500 тысяч а зачем тогда весь при беспредел тцк из почему так остро стоит тема мобилизации на 31000 человек новобранцев можно найти деньги и вооружение не сходится и людей по вашему не видят не выставляют кладбище украинские которые просто все в могилах наших воинов да нам просто врут считают нас за быдло не уважают и ничего хорошего это власть ни к чему хорошему не приведет и теперь последний отрезочек с владимиром александровичем разрубляется программа украинского кэшбэку купуй украинский колы закупивлю вызначенных типов зробленных в украине товаров то послух громадян украины сможет отримать повернение частины коштей на специальную карту наше завдание чтобы украинские гроши залишились в украине то працювали в украине за податки за зарплаты наших воинов за можливости нашей державы закрывая обороны уже готуются параметры украинского кэшбэку финансовый технический и маем у пост постарайтесь чтоб ця программа почала працювати в чьому роде ну знаете я сначала честно я просмеялся когда это услышал но я хочу объяснить людям которые далеки от экономики к сожалению таких большинство сколько бы не рассказывал я есть люди которые же ему это подсунули тоже не зеленский не спал ночью не придумал или не проснулся о давайте сделаем кэшбэк есть негодяи которые это вот все придумывают у нас нет денег в стране у нас нет вооружения мы попрошайничаем у всех мы поссорились с польшей у нас все враги и дни мы хорошие но причина одна на самом деле нет денег но нам говорят за украинские товары за покупку украинских товаров будете получать кэшбэк ну то есть они имеют ввиду купил на 100 гривен украинских товаров 10 гривен тебе вернула государства с каких денег скажите пожалуйста что это блять за совок коммунизм и хрень какая-то самая настоящая он же на этой пресс-конференции говорил что если совсем будет туго с деньгами мы половину министерства закроем это что я давным-давно говорю сделать госаппарат два раза сократить во время войны минимум минимум то есть получается он не понимает о чем он говорит это совсем на тупых рассчитано друзья кто-то это готовит кто-то это утверждает а он это говорит мы имеем дело с идиотами подпишитесь на мой телеграмм на мой экс я выкладывал недавно видео с конференции консерваторов рама с вами трамп милей наиб букела собрались говорили о реформах я кулуарные видео выкладывал специально чтобы посмотрели вот все восхищаются хавьер милеем что он сократил госаппарат и в январе впервые за 15 лет бюджет аргентины вышел в профицит и там нет никакой войны здесь война здесь явная нехватка всего прежде всего денег потому что деньги равно оружие а он говорит кэшбэк буду давать что происходит у нас стране кто нами управляет кто это кто эти люди кто эти люди их нужно как можно быстрее на легитимных выборах выбросить на помойку истории на свалку выбрать нового президента эту зеленую плесень нужно выводить как можно быстрее не доведу страну до полного краха и завершение возвращаясь к началу этого видео про буданова и соединяю вместе с зеленским буданова говорит нужно расшатывать чтобы украинцы помогали расшатывать режим путина я первый рассказал хавьер милея я давно предлагаю ту же самую программу реформ которую милея реализовывают в аргентине я ради интереса полез google и вы сейчас каждый можете проверить мои слова посмотрите что в россии какие репортажи снимает их пропаганда про хавьера милея и в беларуси вот по случайному стечению обстоятельств знаете как выглядят эти ролики в аргентине избрали какого-то сумасшедшего с непонятной прической он довел страну за месяц правления до ручки люди голодают вышли на протесты экономика доведена до ручки они боятся как огня либертарианство либеральной экономики сокращение госаппарата это их смерть потому что все режимы и путина и лукашенко который присос к путина и любого диктатора держаться на доминирование государства во всем и естественно в экономике я полный противник этого я считаю что функция государства должна сводиться к ГУМ-ТРИОМФУНКТИН Субтитры сделал DimaTorzok Так я, получается, первый, кто расшатывал режим Путина, поскольку я сторонник этой идеологии и рассказываю о ней украинцам, и многие меня поддерживают. Абуданов говорит, у Навального тромб, а Зеленский вместо того, чтобы делать такие реформы, если бы он, конечно, что-то понимал, и он такие вот ситуации попадает, потому что он ноль, два нуля, он вообще ни в чем не разбирается. Он говорит, кэшбэк будем выдавать. Люди голодают, пенсионеры говорят, вся пенсия уходит за коммуналку, а мы будем кэшбэк раздавать. С чьих денег? С чьих денег вы будете раздавать кэшбэк? В Украине генерируются копейки, ваши ручные спецслужбы уже дожимают остатки бизнеса, только герои сейчас занимаются бизнесом в Украине, а западные страны не очень-то спешат давать. Так это дурость, популизм или все вместе? А вот и напишите в комментариях, подпишитесь на канал, а завтра я вам включу очень интересный разговор, запись разговора телефонного двух президентов, и это важно для нашего будущего. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока.